Приветствую вас! Если говорить о причинах, которые вы написали здесь, то вот между первой и второй причиной есть довольно большие серьезные различия. В частности, для мужчины в большей степени определяющая именно здоровая причина, потому что если он чувствует, что не соответствует женщине, например, то в таком случае он, наверное, не будет в этих отношениях находиться, потому что ему будет казаться, что он недостаточно соответствует женщине, с которой он находится, будет чувствовать себя ниже, будет чувствовать себя увезлимым, недощущенным, недостойным, ну и так далее. Первая же причина несоответствия мужчине – это далеко не всегда определяет нежелание строить отношения, потому что мужчина может быть совершенно разным, и его несоответствие, то есть несоответствие ему кого-то другого, например, женщины, может быть пониматься им совершенно по-разному, начиная от восприятия несоответствия как, скажем, подтверждения своей уникальности, так и несоответствия, скажем, различия между тем, что мужчина хочет получить от, например, женщины и тем, что она может ему дать. То есть, условно говоря, несоответствие с точки зрения женщины по отношению к мужчине – это в определенной степени гораздо менее значимая вещь, чем его несоответствие женщине. И поэтому нужно вот это всегда учитывать. Кроме того, причины, которые назвали вы, они весьма-весьма абстрактны, вам совершенно правильно сказали мои коллеги. Причины совершенно абстрактны, ну, они могут иметь, конечно, место быть и имеют место быть всегда, но их критизация необходима для того, чтобы все-таки лучше понимать, почему мы с ними не хочем отношений. А вообще, совершенно точно, совершенно определенно можно сказать, что какие бы мотивы у мужчины не вступать в отношения не были бы, все равно в конечном итоге, если мужчине эти отношения нужны, он будет стараться в них вступить. И если эти отношения ему не нужны, или он в них не интересован, то тогда, наверное, можно говорить о том, что его никак не заставят. Вообще говоря, если вы преследуете цель выявить какие-то вот причины, по которым мужчина не хочет отношений, то вы выбрали не самый лучший план для этого, потому что у каждого человека есть свои конкретизирующие моменты, этих самых причин, которые имеют значение. А сами по себе вот эти вот причины, эти обстоятельства, которые вы назвали, они не вступят никакого смысла, потому что для мужчины, скорее всего, таких понятий не существует. То есть, чтобы вы правильно понимали, о чем идет речь, нужно немножечко прояснить. Мужчина не отдает себе отсчета в том, что, например, он не соответствует кому-то, или ему кто-то не соответствует. Мужчина не отдает себе в этом отсчет. По большому счету, человек находится всегда в более конкретной причине, которые им и осознаются. И нужно обязательно, отдельно сказать, что разбор именно этих причин является основным и главным, чтобы понять поведение мужчины. Вообще, коллеги достаточно верно описали вам то, что движет мужчина, когда он не хочет вступать в отношениях. И я думаю, что вряд ли это определение, ну вот то, как они описали это, вряд ли можно дать характеристику, ну скажем, насколько более лучшую. Я думаю, что вы уже поняли, что причин, на самом деле, всегда гораздо больше, они всегда куда более конкретизированы, чем те, что вы назвали. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.